Да, привет, друзья, привет. Слушайте, вот так интересно мне написали комменты там после прошлого моего, ну как называется, выступления что ли. Там, во-первых, ну такой был момент, когда я про Токарева говорил, там мне написали такой вопрос, очень такой важный, мне кажется, что почему вы считаете, что если вас восприняли как лекаря, то это что? Ну типа унизительно, что ли? Но я как раз имел в виду не то, я, наверное, не точно выразился там. Я хотел что сказать? Я хотел сказать, что я-то хотел говорить о важных вещах, которые мне кажется, я на этой встрече, на совещании, мы же там говорили о метафоре, о других вопросах образования. Вот, и мне казалось, что, когда Токарева мне предложила потом, чтобы я ее полечил несколько раз, что она меня восприняла как сферу обслуживания. Не в том смысле, что лекарь это плохо, а в том смысле, что не о том речь. Я вот это хотел сказать. Я хотел, чтобы мы в дискуссии были о важных вопросах. Она типа меня восприняла в совершенно другом уровне. Ну вот об этой проблеме коммуникации. Теперь второй вопрос. А что значит лечить-то всех надо? Почему вы говорите о том, что Токареву надо было бы продлить творческое долголетие или других великих людей, допустим, каких-то? А Васе Пупкину, типа, мол, не надо, что ли? Очень интересный вопрос, правда? Конечно, надо всех. Я по своему факту жизни и работе своей этим и занимаюсь, что я всем помогаю. Но я думаю, что в первую очередь, конечно, надо великим людям помочь сохранить творческое долголетие, которое владеет у мамы тысячами, тысячи людей. Потому что за ними же тысячи людей идут. Ну вот, например, если бы у вас был выбор, кто-то задает мне этот вопрос, вам Христа надо было бы подлечить, допустим, или Васю Пупкину. Кого вы бы выбрали, в первую очередь? Великого человека или Васю Пупкину? Вот интересный вопрос, правда? Да. С одной стороны, всем надо помощь оказывать, а как же? А с другой стороны, за Христом же миллионы людей. Он же спаситель. А вы знаете, чем спаситель отличается от спасателя? Я в каком-то видео своем говорил, у меня картина есть такая хорошая, называется «Спасатель, спаситель, спаситель». Именно спаситель. И под ним есть такая моя фраза, что спасатель, он спасает какое-то ограниченное число людей, а спаситель, а спаситель – всех. Вот почему, в первую очередь, конечно, я переживаю за наших выдающихся актеров, например. Мы же сколько потеряли уже буквально за какие-то годы, потеряли выдающихся актеров кино, театров, выдающихся писателей. Ну, они же владеют умами людей, их произведения читают, на них воспитываются. Ну, конечно, в первую очередь их. Но, с другой стороны, конечно, каждому я этим и занимаюсь, поэтому я говорю. После 19 часов, кому очень плохо, так напишите мне там в скайпе. Сначала напишите, а потом звоните. Чтобы я понимал, о чем речь. И опять же повторюсь, что мы не клиника, но готов помочь, потому что метод саморегуляции ключ универсальный. Не потому, что он лечится болезнью, а потому, что он в сочетании с любой практикой лечения, он начинает массажи и кончает физкультурой, допустим, для оздоровления, повышает их эффективность, всех этих программ оздоровления. И, кроме того, создает целостность личности, потому что там вот в этих программах адресное воздействие. Вот, например, лекарства, или массаж, или какие-то спортивные упражнения. А саморегуляция позволяет интегрировать их в целостное развитие личности. То есть, получается комплексный подход к адресному воздействию, общеукрепляющий, повышающий эффективность всех этих адресных воздействий. Да, вот о чем я хотел сказать. И второе я хотел еще сказать здесь. Там был такой коммент, я там рассуждал о том, что Сергей Родонежский, он тогда молился, он в лесу, на морозе, почувствовал какую-то благодать, и вот у рук на морозе стало тепло. И я об этом говорил, почему это происходит. Мне тут девушка написала, что... Ну, такой дискуссивный вопрос. Что она обращалась именно к живому Богу, поэтому ему стало тепло, и наступила благодать. А я как раз-таки там в комете написал в ответ, и вам всем говорю, друзья мои, что откуда вообще молитва появилась. Да, и почему человек дрожит на морозе? Человек на морозе дрожит потому, что повторяемые движения снимают напряжение. Дрожение как раз-таки это и есть повторяемые движения на высоких частотах. Напряжение и расслабление. Напряжение и расслабление. Но все равно, что как ты ногой качаешь или пальцами трещешь, или четки перебираешь. Так вот молитва появилась. Вторично. По отношению к природному устройству, механизму мозга, человек, который тоже по законам природы в процессе эволюции возник. Но он поэтому дрожит на морозе. И дрожит также у школьной доски, отвечая экзамен на нервная дрожь, нервное волнение. Точно так же дрожит, называется, пристартовая лихорадка спортсмен. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. И чем выше напряжение, тем чаще это повторяемое движение. Вплоть до вибрации. И поэтому у нас метод ключа как раз-таки в части синхрогимнастики по методу ключа как раз-таки основаны на инстинктивных защитных реакциях человека. Которые помогают ему непроизвольно, неосознанно выходить из стрессовых ситуаций на состояние творчества. И поэтому эти упражнения подражают, например. Если человек несколько раз так это упражнение сделает, подражает, 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 подражает. Или там у нас еще упражнения, ну самые разные. Там надо подбирать себе упражнения. Еще раз повторюсь, о принципе подбора путем перебора, по зеленой зоне, то есть по принципу индивидуального соответствия. Где вы ищете наиболее комфортные движения, где вам не надо напрягаться, вы идете к себе, то есть к свободе. Ну то есть ищите соответствие. То есть действие синхронное вашему текущему состоянию в данный момент, в том месте, где вы это используете. Когда вы несколько раз так делаете по упражнениям круча, у вас появляется более гибкая адаптация. То есть потом вы на морозе, когда попадаете, вы меньше дрожите. И вспоминаете об этих упражнениях, вы легче переходите из этого дрожательного состояния в состояние творческое, как Сергий Родневский. А он это делал молитву. А молитва есть повторяемое действие. Так что вперед появилась молитва? Или человек по эволюции своей природы создал эту молитву на основе, на основе своей естественной природной характерности. Вот как оно происходит. Получается, не молитва создает человека, а человек молитву. Да, до встречи. До свидания. Будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok